Мы донуты с коммунистами. Я сейчас в данный момент... Подходите и спрашивайте, с кем вы общаетесь? В данный момент я просто представляю рабочего человека в Запорожье, заводчанец. Так, хорошо. Кто народным ополчением? Кто у вас глава? Да вот давай не будем, я сейчас без народного ополчения, нет у нас, ладно? Я просто как... Я представляю себя... Я представляю себя как рабочий человек, честно. Не, не знаю, всем. То есть с таким успехом любой может выйти и от народного ополчения начать говорить, понимаешь? И могут быть противоречивые абсолютно мнения. Мы когда говорим, мы все подержим Запорожье. Мы когда говорим, мы говорим, что мы от общественного объединения на город. Если кто-то выступает от кого-то еще, пусть он говорит, озвучивает свою точку зрения или позицию своей организации. Да, правильно. Просто вы что же фильтруете? Потому что сейчас вы показываете кунц алкоголика, говорите, что вот человек на митинге нашего города, значит он из этой организации. Ну вот, если он с вами стоит и представляется... С нами стоять может кто-то? Участникам движения, конечно, конечно. С нами стоять может кто-то? А как же я буду знать, ваше или не ваше? Ну, уточните, подойдите и спросите. Так он говорит, я с последними ребятами. Я просто представляю работе класса, в случае, вот, чтобы не было... А где работаешь? Матерсичный. Матерсичный. Здесь паркуемся. Ну, я не вижу других мест. Так. Так, друзья, оставайтесь с нами, мы в прямом эфире, канал Тезис ТВ Виталий Дзюба. Вот только что я получил такое приглашение, можно сказать, от представителей движения «Наш город». И у них есть намерение встретиться в настоящее время в срочном порядке с губернатором, с новым губернатором Валерием Барановым. И вот мы приехали, они меня взяли в свой автомобиль, их тут несколько приехало ребят, они все с георгиевскими ленточками. Так, тут какая-то у нас забита все парковка возле облгосадминистрации, поэтому сейчас тут представители ГАИ попросили машину передвинуть. Вот. Ну, а здесь я что вижу? Я вижу, вот здесь самооборона дежурит, отряд самообороны, бойцы. Увидели они вот людей с георгиевскими ленточками, сразу вот их постовой побежал срочно махать, руками машет, что какая-то тревога. Что-то будет интересное, мне кажется, уважаемые зрители, поэтому следите за эфиром, как будет продолжаться, развиваться событие. Там уже тревога. Вас увидели, вас увидели, встревожились. Там же дети в войну. А вы в облгос не пройдете, надо обходить с той стороны. А он так не пройдет. Там не пройдешь. Вас туда не пустят. На митинг, да? Да, пускай вы. Так, друзья, ну, представители движения «Наш город» направляются в настоящее время к Валерию Баранову, губернатору новоназначенному, с предложением выйти к людям, которые собрались на митинги. Вот, ну, а тут вокруг здания облгосадминистрации много бойцов самообороны, у них какая-то тревога сразу. Они увидели вот ребят с георгиевскими ленточками и встревожились. Вот инициативная группа нашего города и других организаций, в том числе и народное ополчение, делегация идет к губернатору. Вот, а здесь вот много представителей самообороны Майдана. Здорово, здорово! Друзья, я напомню, с вами Виталий Дзюба, канал «Тезис ТВ». Держите людей, придут пристать еще, мы сейчас его все везем. На цитване, на цитване. Это шоу был совет. Вот такая делегация Тут представитель штаба самообороны Поздоровались за руку Все мирно Выкрите вот этот ваш адрес А что не слышал? Кому они кричат? Только нам Здесь стоит милиция Как служба? А куда выйти? А павари И вот представители заходят прямо В здание у госадминистрации Тут же самооборона Майдана стоит Слава Украине! Слава Украине! Выходит Александр Шацкий останавливает делегацию Ребята, дай у кого? Три человека Нет Девять человек Это немного против вас Это немного Дубину угол Позвоните Позвоните Баранову Позвоните Баранову Я, пожалуйста, сделайте лыжню Сейчас придет Лыжню я сделаю Сейчас Баранов скажет и будем решать вопрос Сама оборона заблокировала И не пускает Вы представите Кого запуставляете? Себя Почему вы мне запрещаете Жителю города Пройти до губернатора? Для этого есть У нас губернатора У нас губернатора нет У нас есть председатель Областной государственный Сейчас он скажет Есть он, нету Сейчас выезд Ребята, спуститесь вниз А вы документы Позвоните Я украинец Я украинец Дайте слово Подождите, ребята Почему мне Жителю города Запорожье Вы запрещаете зайти наверх Кто сюда вас полномочит Для есть этого законная власть и милиция Почему вы с оружием, с щитами Со всей хивной Мне запрещаете Еще один раз заматеритесь И поедете В правильный власть Позвонок Пустите Начальник отдела обращения граждан Облагословения Пишина Представьтесь, пожалуйста Чтобы я бы доложил губернатор Владимир Балагуров Общественная организация Наш город Девять человек С митинга Поехали к нему Задать один вопрос Нам надо Губернатор Так сказать Что не возьму с какой Хотя он незаконный Представитель Был в госадминистрации Пошел докладывать Губернатору Валерию Баранникову О том, что к нему делегация Вашу свечи Вашу свечу Пищебот Девять человеку Девять чая Принесите Девять чая Ребят Нам не надо чай Мы же на Байдане раздавали Нам не надо такой чай Помолчи, я тебе сказал Ты сейчас отсюда выйдешь Не ори Выходной У каждого свою Подожди Ребят Слава Такой чай не надо Нам вообще не надо Чему мы попозже Я вчера предлагал сделать слова Слава Слава Делать Никто Ничего Так Не надо А представлялся Другим человеком Чему Я по жизни Я по сердцу Я не прячу адрес Да меня уже за мной не раз Бежит Я не прячу адрес Бежит 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 А не демило провокации А вы законные 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 Флаг создания А теперь смотри Ребят Герои Слава За город Ну что же за город Так о чем я скажу Я не вижу Посмотри на ситуацию Я прихожу В орган государственной власти Я гражданин Украины Вас услышали Я сейчас разговариваю с молодым человеком. Вы здесь главный? Да, сегодня да. Я разговариваю с молодым человеком. Это спокойная ситуация, поэтому мы все хотим спокойствия и мир. И мы все хотим спокойствия. Представитель вышел. Сейчас. О, тут есть милиция. Давайте милиция позовется. Вот такое милиция. Это законная власть. Давайте, а чего не охранять? Что подоохранять? Давай, что-то трое. Мы доводим. Мы ждем чего-то. Сейчас мы зададим вопрос, почему помощник пошел до Баранова и Баранов примет. Пожалуйста, давайте не отжалку. Отойдем. Мы сделали пошаг назад. Пожалуйста, отменить. Почему? Уважаемые граждане города Запорожья, на сегодняшнюю минуту нас не пропускают. Не выбрать славу! Вот и в Margaresevin вопросы! У ОВС! ОВС! Кумфыя! Вы это все! Они не слышали. Диан, но вы начинаете? Святой 괜찮auptор Вیا! Святой Баранов В konstал в Россию! Святой Баранов Вкзал в Россию! Святой Баранов Вkзал в Россию! Святой Баранов Вiennent Belleцен! Денис, так выйдет губернатор или нет? Так губернатор пустит их или он сюда выйдет? Внимание, друзья. Разрешите, разрешите, нам тоже надо пройти туда. Прессу пропустите. Дайте пройти. Привет, друзья, я без оружия, без оружия. Приверите. Куда идти? Куда? Третий этаж. Я не хочу их сопровождать. Третий этаж. Друзья, обстановка напряженная. Мы в здании уже внутри облгосадминистрации. Делегация с георгиевскими ленточками направляется к губернатору Валерию Баранову. Горячий репортаж, друзья. Я с вами, Виталий Дзюба, канал КазиС-ТВ. Горячий репортаж, канал КазиС-ТВ. Все. Все. Так, друзья, мы возле приемной губернатора. Вижу уже табличка на дверях. Уже табличка с новым именем. Барана Валерия Алексеевича. Мы в приемной губернатора, друзья. Делегация уже здесь. Самооборона Майдана продолжает сопровождать. Уже таблички быстрее, чем назначают. Нет. Будь быстрее. А Приклушенко официально написал, что он отстранен или нет? Он написал заявление или нет? Кто представитель? Он напишал или нет? Где он сейчас? Он написал или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Да. А как могли? Уже табличку даже сделали. Как? Табличку держали, когда он писал или нет? Я отвечаю за то, чтобы провести вас сюда. Вы граждане, я вас провел. Я выполняю все в рамках своей компетенции. И Запорожье тоже? Да. Могу показать прописку прямо сейчас? А что я сделаю? Чуть-чуть хорошее. Чуть-чуть тише. Почему не вы можете здесь стоять? Мы не можем туда зайти. Давай, начнем с этого. А вы сопровождают вооруженные люди? Я сейчас еще раз. Почему вы здесь стоите? Вот, чем я пришла. Меня сопровождают люди. Посмотрите. Мы все посмотрели там. Посмотрите, чем я пришла. Начинаю посмотреть. Меня сопровождают вооруженные люди. Я их боюсь. Вот там, там, где? Вот, где я прошла. Меня туда же там щупали всю. Щупали всю. Иди ты мой грудь. Кто такие? И везде. Я не хочу этого. И я сейчас это выдаю, донесу до всем. Вот мой паспорт. Гражданки Украины с пропиской. Пожалуйста, смотрите. Я должна пить лекарство сейчас. Все. Этого было мне достаточно. Вот то, что я сейчас увидела, поверьте. Если вы пришли сюда производить провокацию. Нет, я не провокация. Нет, это провокация. Я представляю общество. Женщин защиты детей Украины. Я сейчас очень расстроена. Женщины. Мы будем делать все для того, чтобы защитить наших детей от вот этого. Все. Я прошу прощения. Давайте, кто с нами приехал, давайте договоримся. Давайте сразу договоримся. Те, кто с нами приехал. Вы практически сейчас сюда приехали под нашу ответственность. Поэтому давайте... Не поздравляйте меня, ребята. Друзья, губернатор. Вышел Валерий Баранов с делегации. Добрый день. Все желающие. И присаживайтесь. Валерий Баранов пригласил всех. Присаживайтесь. Раздавай провокационный вопрос. Раздавай мы это по одному. Присаживайтесь. Да у нас в последствии, вы мне лично обещали, что мы теперь туда разномите. И просто как-то некрасиво... Вы как-то некрасиво поступили. Я приглашал до Бульвара Шевченко, до госполкома. Нет, слушайте. До госполкома. Я сегодня в 12 часов, как я обещал, вышел. Там полтора часа простоял с людьми и выступали. В это время там шла сессия в Запорожье. Поэтому, может, мы не поняли... Я лично представился. Запорожья общественная организация, наш город, Балагурия Владимир Николаевич. Я к вам представил. Он сказал возле госполкома, госсовета, завтра мы делаем 12 часов митинг. Вы пообещали быть. Значит, я спутал с облсовета. Вот поэтому... Я в 12 был, извините, что мы не поняли друг друга. Да, поэтому у нас... Поэтому давайте присядем к вам. Не было таких недоразумений. Люди вас ждут возле Бульвара Шевченко, как я им пообещал. А так вы пообещали? Да, они сейчас... Да, хорошо, нет. До два. Может, поедем за месяц? Конечно. Через столько вы будете? Да, 10 минут. Сколько тут? Хорошо. Большое спасибо. Это возле госполкома. Возле госполкома. Мы возле госполкома. Возле госполкома. Возле мэрии. Вас можно ждать. Вас нужно ждать. Ребята, 10 минут я буду. Спасибо. Вот что нам... Все, я вам свалю. Все. Вы можете... Извините, можете... Вы не входит, Ребята. Поехали. Я, может, дешориентировался там из полковного Владвейства. У вас такой... Можно к вам такой вопрос. Вы можете свою охрану как-то... Вот меня... У меня нет охраны вообще. Вот эти граждане... У меня нет охраны, ребят. А кому против... У меня начали, он против... Попожил. Ребята, это активисты. Вот активисты, граждане активисты. Я хочу выяснить, что меня не щупали мужики чужие. Они меня уже общупали всю сюда. Пожалуйста, я буду идти в армалу коридор. Я вам в силу коридор. Да. Спасибо. Вот он. Можно мы останемся? Вот. Это было неприятно, коридор. Да, да, да. Конфиденциально? Да. Хорошо. Ну, один из представителей движения «Наш город» остался для конфиденциальной беседы. Валерия Баранова. Ну, ждем. Но Валерий Баранов пообещал, что он приедет на площадь к мэрии, к митингу. Ваши дети на Майдане кричали, что нет коррупции, нет олигархов, все это. А как можно было министром МВД назначить того, кто был миллионером и был в розыске международном 2012 году? Ну, вы же поддерживаете эту власть за то, что власть была отдана в руки народу. А вы сейчас, получается, отдали в власть? Причем здесь я? Почему меня измены лапают? Чужие мужики? Почему мне это делают? Причем здесь я? Жительница города Запорожья. Я показала свой паспорт, я показала свою прописку. Причем здесь я? Причем здесь он? Володя сейчас видит и поедет. И поверь мне, вы опоздали. В Крыму российская война. Вопрос Путина. Вопрос Путина. Вопрос Путина. Отдыхать ты будешь на Дальнем Востоке. Как граф. Понял? Не надо. Мы не за Путина, не за Путина, не за Сидорова и не за Павлова. Мы сами за себя. Сейчас. Сейчас. Мы говорим об одном и том же, просто разными путями. Мы выговорим безоружные, а вы говорите вооруженные. Мы диктуем свои слова. Мы диктуем свои слова. Безоружные, я о вас вообще не веду речь. Вы не женщина, вы животное. Главное. У нас за детей, за них какая мать своего ребенка палкой не вооружит. Никакая мать. Жизнь и ребенку своему не даст палку. Не это сама. У нас за детей оскорбление, это нам дослание. А я отбежаюсь, как будто. И потому что ни одна мать у вас не придет в палку. Я буду ребенок, если не дома, книги читать. Потому что все слышали и видели в интернете съемки. И было слышно, как по-английски орали медика. Медик, медик. И не говорите, что куда собрались именно украинцы. У меня лично в отделении 6 человек лежит. А ничего с ним не можем сделать. Дубинки на изготовку. Пожалуйста, не звоните мне сейчас. Я в эфире, друзья. Я очень просто, не звоните. Если что-то срочное, пожалуйста, посылайте смс. Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Прямой эфир. Вот сама оборона Майдана сделала этот коридор. Мы выезжаем с губернатором к нам. У вас ленточки Георгиевские. Да, мы выезжаем. Пять минуты мы у вас. Героям слава! Все, мы уже выходим. Все, давай, сейчас мы будем через пять минут у вас. Встречайте там это. Объяви, пожалуйста. А кто его забрал? От представителей от отзывных властей. Крыма. Назвор оккупантов. Одну секунду. Валерий Алексеевич, о чем удалось договориться с представителем? Хорошо, добрый. Хорошо. Ну а что ты делаешь? Поехали. Где наш? Ну, то поехали. Хорошо. Саша. Саша. Саша живу. Александр. Нет, Владимир. Володь. Да. Вы чем едете? У нас машина. Мы машина едете. Ну, сейчас сюда приедет моя машина. Я тогда за вами, чтобы вы мне показали. Хорошо. Тогда я вот тут сейчас сюда вставлю машину. Ученая Волга. Вот эти родители. Ребят, езжак. Я проведу губернат. Я сейчас машина. А хотите, поехали в моя машина? Давайте я вас отвезу и приведу в свои машины. Сейчас приедет мой там водитель. У нас будет диалог. Мы будем вместе работать и бороться за то, чтобы в Запорожье был мир, дружба и понимание. У нас общая задача. Может быть разное видение, как это водоседа. Но мы обо всем договорились. Отъявленная провокация. То есть договорились, что этого не будет? Ну, пока нет никаких провокаций. У нас есть диалог, нормальная беседа. Друзья, это Валерий Баранов. Сейчас он будет ехать в сторону мэрии. Вот. А я продолжаю. Я двигаюсь с делегацией. Наш город. Вот здесь очень много самообороны Майдана. Это фашисты, блин. Не он, что нет, это фашисты. Россия, это фашизм. Братишка, не надо. Они специально делают. Да пусть делают. Они же для этого и фашисты. Пусть идует. А я говорю, что едем, это не фашисты. Фашисты, да, молодцы. Гадьба! 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 Пусть идут. Мы их еще проводим, чтобы их никто не тронул. Там где-то автобус, да? Не, автомобили. Два, два, две машины. Я же ехал с ними. Да. Сколько их там летали? Ну, где-то, что, есть. Ну, там бабушек нет. Там... Вот так провожают. Сама оборона Майдана провожает делегацию с георгиевскими ленточками. Такими вот лозунгами. Ну, а здесь самооборона полностью блокирует и охраняет здания Запорожского облгосадминистрации и Запорожского областного совета. Слава Украине! Бороям слава! Слава Украине! Бороям слава! Слава Украине! Это куда? На дальний штаб. Ребята должны там стоять. А где у вас еще дальний? Пост, пост, наверное. Не штаб, а пост. Бутербродики, да? Бутербродики. Не дадите один? Да, конечно. Берите. Спасибо. Канал вот здесь, смотрите, друзья. Самооборона Майдана, кухня самообороны только что угостила вот таким бутербродом. Вам покушать, покушать, девочка! Покушайте! Я вот от Ксении, от Дарьи принял этот благотворительный взнос в фонд развития канала. Друзья, еду дальше. Так, ну какие у вас впечатления? Ну вы живете, да? Мы добились точно, что хотели. Добились, да? Да, добились. Углсовет заполнен милыми, интеллигентными людьми в масках и касках. С дубинками. Милиция их не реагирует, они сами охраняют, так сказать. Это охрана или нового губернатора нашего, что с Бердянска приехал. Я не знаю, он там олигарх, говорят, какой-то, или кто он. Люди рады видеть других горожан. Мы совершенно почти беспрепятственно прошли через людей с дубьем приемную. В кабинет почти выезжали. В кабинет? Да, мы прошли в кабинет. При этом нас обыскали, обнюхали, потрогали всех. Я правильно понял, Валерий Баранов объяснил, что он просто не понял, куда вы его приглашали? Нет, дело в том, что Валерий Баранов, да, он не понял, где он сейчас, он не понял, где мы договорились с ним встретиться. Он решил, что речь идет о митинге возле облсовета. Это все неправда. Он думал, что мы разойдемся мирно, через полтора часа мы разойдемся. Он даже думал, что никто даже к нему не приедет. Не пришел он, и слава богу. Но мы пришли. Он думал забыть. Ну, теперь уже выбора не будем. Он сказал, что 12 числа будет, что там они? Совещание будет. Нет, через полтора часа будет решение по вашим пунктам требований, которые выгодны. Вот это, что мы предъявили. И что он придет, сейчас губернатору будем задавать вопросы, как он отреенит. Так, от губернатора у вас будут те же вопросы, что и к Сину, да? Или губернатор уже у народа вопрос? Нет, ну я не знаю, как вообще ему вопросы задавать, если он от нелегативной власти. Как можно ему вопросы задавать, я даже не знаю. Так, друзья, я напомню, канал Тезис ТВ, мы в прямом эфире, едем сейчас к мэрии. Туда обещал подъехать и Валерий Баранов. Дал слово. Да, но он там жив. Он вместе с нами вышел. Вам удалось снять то, что происходило? Все абсолютно снимали. Мы все время были в прямом эфире. Вы видели, что люди, которые говорят о том, что они хотят объединения страны, кричали нам, горожанам, чемодан «Вокзал России». Да, да, да. Вопрос не был. При этом мы вообще ничего не требовали, не шумели, не кричали, никого не оскорбляли. Мы просто вошли в здание государственного власти. Ну, а вот по-вашему, вот такая реакция почему? Потому что у вас георгиевские ленточки? Посмотрите на меня, где у меня. Не, ну у вас нет. А вот молодых людей? Не знаю, может быть. Я не знаю, почему у них такая реакция. Они даже не знают, что это означает. Говорят, что это фашистский знак. Но когда он был фашист? Георгиевский ленточку фашистский знак? Да, они говорили так, что мы фашисты, они кричали нас фашисты. Мы как возле Ленина стояли в тот раз, как защищали. Они вообще говорили, что Ленин Голодомор в 1931-1933 году устроил. Я не знаю, я не понимаю, откуда вообще они берут эти слова или истории, какую-нибудь историю читать. И молодой человек, год 14, стоял и с прапором ОУНУПа, по-моему, красным и черным. Я не знаю, что это за прапор, как он правильно, но он кричал, что он устроил Голодомор. И он КАД, Ленин. Вот это вся наша власть. Они даже не понимают, за что, я не знаю. Просто нет слов, как они, зомбированы или не зомбированы. Она, которая привела их на улицы, и в данном случае в нашу администрацию, наверное, думала, что она делает. На данный момент мы просто видим, что мы едем по городу. В городе вообще, по-моему, относительный порядок. Нету перестрелок, никто ни за кем не гоняется, по городу не ездят российские танки. Но, тем не менее, у нас обладминистрация кем-то занята. Ну, штаб самообороны каждый день говорит о том, что у них есть угроза штурма. Штаб самообороны находится в отдельном кабинете в здании обладминистрации. Облсовета. Облсовета, да. Ну, охраняют все здания, да? Ну, дело в том, что для того, чтобы охранять, ну, я не знаю, может быть, они создают необходимость для того, чтобы там находиться. То есть прибегают какие-то люди, говорят, тревога, и все опять сидим здесь. Может, им это нужно, я не знаю. Я не вижу, от кого нужно защищать здание облсовета или обла администрации. То есть, по-вашему, такой указы нет, да? Тем не менее, вы сейчас сами видели, что здание практически блокировано. Не просто так, не под дулом, конечно, но они тоже там сидят, вот эти, кто заседает из области администрации, представители всех районов Запорожской области, они сидят под давлением народа вот этого, что сейчас. Я не знаю, кто они, но они давят на них, давят, давят. Это понятно, это мы только что, я не знаю, видели это все, все это видели. Они просто давят на них. Если милиция на них внимания не обращает, что они там, кого-то что-то там выглядывают, может, рукоятка из пистолета, ну, дубинки точно были. О, это и дубинки, и резиновые, и деревянные там. Это все было. И в шлемах, и в масках. И не говорят, что они, вот это вот новая власть, вот они, не знаю, они хотят или Махновщин, или что они хотят, не знаю. Ну, обычно, я не знаю, я приехал в завод, я, не знаю, 7 лет завод, 18-й год работаю, ну, я взял там себе личный, приехал, чтобы посмотреть, вот, что горожане требуют народа, и что как-то народ выполняет наши требования. Так, друзья, я по-прежнему с вами, Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ, прямой эфир. Вот мы уже на площади перед зданием мэрии. Продолжается прямая трансляция. Сейчас сюда должен приехать Валерий Баранов, новоизбранный губернатор Запорожской области. Только что делегация от движения «Наш город», а также народное ополчение с георгиевскими ленточками побывала в облгосадминистрации. Ага, а вот уже и Баранов, я смотрю, он быстрее нас, кстати. Сейчас я буду пробиваться, друзья. Я буду куда-то туда пролезть. Вот Баранов уже здесь. Меня пригласили представители партии «Удар». Я никогда не встречался с плечком. Можно вам рассказать? Ну, мы не меруем. Я вам рассказываю хронологию, чтобы вы знали, не было плеча. Меня пригласила партия «Удар» и рассказала, что нам... Что нам... Что меня пригласили... Я сказал, что я готов обсуждать. Я готов обсуждать, если меня поддержат все политические партии. Поэтому политические партии, которые сегодня есть, меня поддержали. Помолчите, дайте сказать, человек. И вчера я приехал на митинг для того, чтобы обратиться к людям. И я вам говорю, что вчера они меня поддержали, проголосовали. Вас вчера не было, вы тут собрались. Я к вам приехал. И о том, что к другим поехать. Поэтому дайте мне выступить. Я согласился здесь работать, потому что меня... Турчинов, он исполняет сегодня обязанности. Нравится кому-то, не нравится. Турчинов, ты! Послушайте, но есть сегодня власть, которая временная. Она будет переизбрана, будет выборы президента, и мы с вами будем. Я согласился, потому что мне пообещали, что у нас не будет больше вертикали коррупции, у нас не будет смотрящих, у нас не будет по каждой вертикали государственной, Дерсконзем, ГАСК и все остальные поборов. У нас все, кто был причастен к каким-то коррупционным деяниям, сядут в тюрьму. И моя задача поменять кадры. Я приехал сюда для того, чтобы... Вот у нас новый начальник УВД, скоро у нас будет новый прокурор, и мы начнем замену кадров в областной администрации и в районных государственных администрациях. Это то, что касается областной администрации. Потому что мэр города, это миссия саморядувания, вы избираете сами, решайте, кто вам нравится. Поэтому я буду поступать следующим образом. Послушайте, я буду поступать следующим образом. Те, кто работает на своих должностях, пользуются авторитетом, и их люди уважают, продолжают работать. Те, кто... Хабарники, люди об этом знают, и мне об этом доложат, будут уволены, а на их место будут приглашены новые люди. Но не мои кумовья, не сватья, а будут приглашены специалисты и профессионалы, которые работали в этих отраслях, которые за много лет научились хорошо работать и давать результаты. Я вчера на митинге обратился ко всем участникам и политическим партиям, что если у вас есть предложения по кандидатурам, которых можно использовать в различных должностях, дайте мне, пожалуйста, объективочку с фотографией образования, где работал и чему научился. И если он профессионал, то я буду с ним встречаться и предлагать работу. Но такого, чтобы человек вчера работал учителем физкультуры, а сегодня прокурором, он работать не сможет. Я вот сейчас этим начинаю заниматься, заменой кадров. Это первая моя задача. Давайте, наверное, я лучше буду отвечать на вопросы, потому что у меня уже горло болит. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что расследуете вот те, что майдануты... Тихо, тихо. Владимир, расследуете за то, что они синагогу подожгли, за то, что разбомбили обком партии и за то, что разрушили памятники. Расследуете или нет? Уважаемый... Я отвечаю на первый вопрос, потом вы, хорошо? Уважаемый... Речь идет об ответственности за то, что рушили памятники, оскверняли и так далее. Поверьте, я строил памятники всегда. Те, кто рушат памятники, должны быть наказаны, независимо от их политических, национальных и других убеждений. Так они сейчас в облраде сидят. Поэтому я за порядок. И если они сегодня сидят в облраде, как вы говорите, то мы с вами должны их на следующих выборах переизбрать. Кого? Не просто. Хочу вопрос. Хочу вопрос. Тихо! А ты не делаешь это кого? Губернатор из территории залетели или нет? Тихо, люди, ну нет вопроса. Дефилендум, о каком дефиленде? Можно я отрицать? Внешне политического... Смотрите, тихо, все молчат. Нам поступило предложение всех жителей русскоязычного населения Украины, Юго-Востока, Западной Украины, что единственное мирное решение разрешение этого конфликта самое мирное, самое бескровное, идеальное. Провести референдум, и пусть каждый член жителей страны выскажет свое мнение. Все, не надо политиков, не надо никого. Люди, каждый гражданин Украины скажет свое слово, да или нет. Так, можно я скажу? У меня спросили об отношении к этим событиям, к этому конфликту, да? Я, когда услышал по телевизору, что в сессии проводили Верховный Совет и взяли, отменили тот закон, я чуть не упал со стула, потому что я подумал, какой провокатор в этой ситуации мог додуматься до этого. Сегодня это отменили, вы знаете, исправили, да? А теперь говорю о своем отношении. Я вчера, это же отношение свое. Я вчера это отношение говорил и людям, которые там были с другой позицией. Им это не понравилось. Но поверьте, я говорю не то, что нравится, а то, что я думаю. Я русский человек. Я здесь родился и вырос. И я не хочу, чтобы одна часть населения пыталась изнасиловать вторую часть населения. Какая бы эта часть не была. У нас получается, что периодически приходит власть то ли с востока, то ли приходит с запад. И когда такая власть не приходит, она начинает насиловать следующую часть населения. Это неправильно. Поэтому моя точка зрения... Моя точка зрения заключается в следующем. Если мы говорим о европейских ценностях, то в большинстве европейских стран из 2, 3, 4 общего старственного языка. Это не понравилось очень многим, но это демократия и свобода. Я уверен, что когда-то у нас, я не знаю, в этом году или когда, должен быть референдум, и люди должны определить позицию, свое отношение. Это моя личная, частная точка зрения. Спасибо за партию. Человек за референдум. Молодец. Нужно вопрос о стране. Людям как? Питер, не стажите! 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 Сняли Фикушенко по какому праву? Сняли вашего предшественника? По какому юридическому праву? Спрашивают, я перевожу вопрос и озвучиваю. По какому праву сняли Питер, не стажите Александр Николаевич? Я получил сегодня утром указ о его освобождении. Поэтому не я принимаю решение, принимайте. Может, когда вопрос по... Скажите, Питер, а это ты? Скажите, Деньги могут быть уйти? Или здесь будут оставаться больше? Деньги, деньги наши доходы, цифровые. Мы не будем на нас не построить. Дорогие друзья, речь, вопрос, сейчас я вам. Речь идет о том, что день и все уходят в Киев. Сегодня утром в 10 часов, я хочу хоть одну приятную новость сказать. 10 утра я был тут селектором, был кабинет министров заседал. Там новый вице-премьер Вилкул есть такой. Вилкул, господи. Был. Гройсман, который был мэром Винницы. Он сегодня сказал, что мы приступаем к радикальной реформе к переходу, к децентрализации власти и финансов. Мы переходим к местному самоуправлению, которое уничтожено у нас в стране. И я уверен, теперь нужно менять бюджетный кодекс, чтобы деньги и полномочия оставались здесь. Ну, на собственные полномочия. А центральная власть должна заниматься своими вопросами обороной, безопасностью. А все остальные вопросы... То есть мы наконец-то... Появилась политическая воля это сделать. Раньше это все было уничтожено. При Олене Даниловиче Кучме начало развиваться местное самоуправление. Когда пришел Виктор Андреевич, его похоронили полностью. Вот сегодня объявили, что мы начинаем это движение. Я вас призываю активно участвовать в этой реформе. Молодой человек... Еще один вопрос. Первый вопрос. Ответьте, пожалуйста. Еще один важный вопрос. Вот, товарищи. Вы уже задавали первый вопрос. Это не было. Второй есть вопрос. Потому что вам обещали стрелить коррупцию, убрать смотрящих и так далее и тому подобное. А теперь вот смотрите. Месяц назад на Майдане Яценюк, Турчино, Порубии кричали целовластью не будет олигархом. А вот теперь мы смотрим. Днепропетровске, Коломойске, на Донецк ставят, на руку. А нас же надо... Кто такой? Вы не дубитесь, вы не дубитесь, мы не дубитесь. Мы будем бойкотировать. Дайте сказать человеку. Скажите, вы уверены, что вас завтра не обманывают? И если это случится, то чем? Ведь по сути будем отвечать мы, простые люди. Дадут ли вам работать? Вот я встречался однажды, позавчера ночью, с Турчиновым, когда давал свое согласие. Я задал эти вопросы. И я ему сказал, что если я увижу, что все задекларированное или часть не реализуется, я пишу заявление и ухожу. Это... Я не буду в этой системе работать. Мы с вами, поверьте, увидим это через 2-3 месяца. Я помню, когда в 2004 году я был мэром Бердянска, была помаранчевая революция. И после революции ко мне приезжает из Киева какой-то товарищ и говорит, я от центральной власти начальник порта будет сдавать в месяц по 100 тысяч долларов. У меня были вот такие глаза. И я понял, что все эти заявления, которые рассказывались о борьбе с коррупцией, были байкой. Понимаете? Так вот, поэтому я говорю, что я эти условия ставил. Мы с вами, посмотрите, 2-3 месяца, все же будет ясно. Мы в течение ближайшего времени поменяем руководителей. Можно вопрос? Сейчас предлагаю вместе с вами. Послушайте, у меня очень много общественных организаций. Это прекрасно. Я сегодня выхожу с такой инициативы. Давайте мы создадим в Запорожье какой-нибудь там совет общественных организаций. Войдут лидеры ваши. Послушайте. Уже есть такие. Ну есть прекрасно. Войдут лидеры. Чтобы я мог с ними общаться. Я готов из этих лидеров создать группу первая, которая будет заниматься проверкой тендера. Вот сегодня подписываются два тендера, в которых я не участвовал. Два договора. Утром принесли. Последний день. Я их немедленно отправил в Киев своим друзьям, чтобы их экономисты проверили, не надурили ли там. Слава Богу, не надурили. Я предлагаю, чтобы ваш комитет дородный, все тендерные договора, все тендерные процедуры пойдут через ваш контроль. Все отчеты будут возить и печататься. Сколько денег поступило, сколько... Я готов с вами работать. Давайте мне вашего лидера, и мы будем постоянно трудиться. Проговорим, что-то еще вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу того, что некоторые люди прорвались в обл.раду и в горы с полком на волне вот этих событий. Говорю, да. Вот. И они... Я не хотел бы говорить за тех, кто сейчас там с дубинками, а именно те, которые назначили себя, скажем так, инспекторами всяких комиссий, которые назначили себя... Депутат? Ну, которые... Совет Майдана имел. Совет Майдана, да. Которых нету представителей нас. Нас туда не пускают, а они там чувствуют себя... Так вот, знаете, в чем самая большая вот проблема нашей былой власти, да, и сегодняшней тоже? Людей... Да нету микрофона. Людей разделили. Людей разделили. Вот в чем печально. Вот правильно вы говорите. Я там сегодня стоял полдня возле администрации, а вас там не было, теперь я сюда приехал. Чтоб нам было вместе не собраться. Мы-то, в принципе, в основном... Мы враги. Я закончил отвечать. Ребят, спрашивает мой... Мой сосед спрашивает, почему в областной администрации находятся люди с дубинками и в Каске? И в городской тоже. Я вчера приехал, я зашел к этим ребятам, познакомился с ними, говорю, вы чем тут занимаетесь? Мы охраняем областную администрацию. От кого? Задаю вопрос. Задаю вопрос. От кого? Ребята говорят, мы защищаем от возможных провокаторов, которые могут... А кто провокатор? Я вам расскажу хронологию, ребята. Хронологию. Поэтому я с ними встретился, мы с ними поговорили, я сегодня познакомился с вашими лидерами, и я предлагаю, я думаю, чтобы вы не откажетесь, чтобы сегодня мы встретились в узком кругу, те ребята, там пару человек, вы, мы сядем, поговорим, какие у нас проблемы, что нас объединяет, что нас... да сейчас вот закончатся поедем. Завезем они оттуда, уже оброшусь. Нет, нет, я вас очень прошу. Давайте только не... Тихо! Дайте мне возможность несколько дней, вы не понимаете, вы понимаете, вы понимаете, уладят конфликт, я попытаюсь... Ребята, меня не внимание есть, у меня тоже... У меня тоже время, на почек продолжать нельзя. Давайте поменем. Ребята! Апрель, давайте ослышать нашего интерната, это нам дали института программы, и помогли... Я просто попрошу по встрече в губернах. Он пообещал. Ребята, что за избирание по мазаритарным округам, по всей Украине, могут избираться не от полных людей, а только от общественных организаций. Эта общественная организация даст контроль не только как изнутри, измне, но и изнутри. Это будет дельное предложение, вам дельный вопрос. Дорогие друзья! Давайте поблагодарим, товарищ Агурдин Владимирович! Я ваше мнение понимаю, но в мире такого не существует. Никаких общественных организаций не участвует в выборах только политической партии либо мажоритарных. По мажоритарным вы самовыдвижение сводвигаетесь от своей общественной организации. Дорогие друзья! У меня мое отношение к Крыму. Дорогие друзья! Ну, я шестер, я русский человек, но родился, вырос в Украине. Это очень неприятный инцидент. Очень неприятный. И сегодня каждый его трактует по-своему. Путин трактует по-своему как защита интересов и языка, и прав русскоязычного населения. Другие это трактуют как агрессия, захват территории чужого государства. Поверьте мне, дорогие друзья, я уверен, что этот конфликт будет исчерпан. Во-первых, ну дайте мне... А вы хотите войны, что ли? Я хочу, я хочу мира. Я уверен, что конфликт будет исчерпан политическим способом. Я уверен, что нужно дать большую... Что же мы кричите, дайте поговорить. Нужно Крыму дать больше автономии, больше прав, больше свобод. Нужно определиться и принять закон о русском языке и его статусе. Мы не должны насиловать друг друга. Это политически. Но мы не должны стоять, если я по телевизору смотрю, стоят украинские ребята и русские, и друг на друга матом говорят, пацаны, что же вы делаете? Что же мы, кровоплите, допустим? Да никогда в жизни. Понимаете? Поэтому мы должны договориться, договориться. Вопрос, вопрос. Дай трубу. Вот это, это... Один вопрос. Это не по шестру. Я с этой лентой 9 мая хожу на кладбище каждый год. Это георгиевская лента. Поэтому это лепят друг другу, лепят ярлыки на голову. Понимаете? Мы имямо... Я иду объяснять. Дайте мне хоть пару дней, так с вами договориться. Сегодня я за вами понял, меня чуть не побили. Ребята, и фашистам там, и все, кем хочешь обошваться. И с Россией, и с провоката. Я тут 20 лет прожил. Дайте мне с ними договориться. У меня вопросы, и к Сину, и к вам. Как будет решаться дальше земельный вопрос? Я 6 лет приватизирую дачу. И не могу до сих пор с места сдвинуться. Мы сдали документы на приватизацию, на бесплатную. нас всех завернут. Как это будет продолжать? Дорогие друзья, послушайте меня. Не, почему я так? Послушайте меня. Послушайте, я вас, я вас, я вас понимаю, вы очень... Подойдите. Напишите мэру, к мэру подойдите. Речь идет о процедурах. У нас созданы процедуры оформления документов специально такими, чтобы вы никогда их не прочли. Потому что, если вы хотите их пройти, вы должны заплатить. Поэтому, я же вам сказал, что у нас начинается реформа. Каждую, все процедуры нужно пересмотреть. И должен быть принцип такой. И мы это начинали делать. Вы пришли, сдали документы. Вам могут их вернуть только один раз. Указать, если вы ошибки сделали, вы их исправили. После этого дается несколько дней, в течение которых чиновник должен вам подписать и ответить. Если он не подписал, он подлежит наказанию и увольнению. Но сейчас нужно изменить это законодательство. Оно было сделано под чиновника, а теперь было сделано под человеком. Вы согласны с вами. Все, да? Скажите, вы будете поддерживать веру? Уже наших новичков. Давай, отпустим человека. у него очень много дел. Стоп, стоп, стоп. Ребята, уже решен, решен вопрос. Спрашивают, да, спрашивают про Беркут и про правый сектор. Я сегодня позвонил Виктору Ивановичу Ольховскому. Сказал, что Виктор Иванович, я хочу встретиться с вашими бойцами, потому что многие пострадали и морально, и физически. Я попросил его, чтобы он такую встречу организовал и посмотрел, кому мы должны помочь, и материально в том числе, потому что страдали безвинные люди. Они выполняли там свой долг и не там, и не там, и не все там преступники, а люди выполняли свой долг. А преступники были те, которые стреляли сначала туда, а потом вот туда. про правый сектор. Про правый сектор. Дайте мне, я только вчера приехал. Дайте мне со всеми договориться, с вашими, ребятами, с ними, о любви и дружбе, о том, что мы должны объединиться и заниматься благоустройством города. Понимаете? Можно я буду заниматься? Ну дайте же мне возможность. Идите работать. Не будете поддерживать первых наших офицеров, которые погибли в доме. Ну, как же? Ребята, те, кто... Ну что вы? Все, мы проверим потом. Давайте отпустим. Ребята, пожалуйста, давайте поблагодарим человека за внимание. Поблагодарим. Давайте поблагодарим за то, что приехал. Я заключаю. Ребята, дверь областной администрации, дверь областной администрации открыта. Я вас приглашаю. Приходите, только заходите в приемной, записывайтесь, и я буду назначать встречи. Я буду в выходные проводить встречи с вами. Приходите, пожалуйста, я опубликую, когда и где. Ну дайте мне сначала поменять чиновников, сформировать новую власть. Дайте мне хоть неделю пока. Дайте мне подпишись с панчуком. На что? давайте вас приведем на ее брать. Спасибо. ребята, секундочку. туда. Пошли, пошли. Пошли. Пошли, пожалуйста. Так, друзья, губернатор Валерий Баранов только что выступил перед митингующими перед мэрией. Это представители движения «Наш город», народное ополчение, ну и все, кто не согласен с новой властью. Обмениваются телефонами с активистами движения. Валерий Алексеевич, пускай плакаты выберут за Путина, очень неприятно смотрят, с матом.